Запись пошла. Ногайская башкирия. Вот это прямо легенды видео, я бы сказал. Уже тысячу раз скидывали и скидывали везде. Я вот Салават Ишмухаммедович Хамидуллин. Это у нас кандидат исторических наук башкир по национальности. Салам алейкум. Это было очень, скажем, лестно. Вы меня рекомендовали. Ну ладно, давайте попытаемся сегодня, скажем, сделать интересный эфир. Спасибо вам большое за то, что вы согласились. С каждым таким человеком, который имеет научные звания, достижения какие-то, повышается уровень канала. Я скоро, наверное, удалю все предыдущие свои видео, потому что они как бы понижают немножко уровень. Ну а соответственно, вы у нас, конечно, реальная легенда. Вас послушать одно удовольствие будет не только нагайцам, башкирам, но и кыргызам, казахам, татарам и всем нашим родственным братским народам. Но давайте-то начну по традиции. У меня вот постоянно традиция такая, что обсуждаю сначала связь нагайского и других народов, ну с кем я общаюсь. С кыргызами нагайско-кыргызские, с вами нагайско-башкирские. Как связаны нагайи и башкиры? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, тут в двух словах ты не скажешь. Это отдельная тема большого разговора. Вот даже те две программы, которые мы сделали значит о нагайцах и о башкиро-ногайских связях, вот две программы, то ведь мы там только крошечную, так скажем, долю вместили того, что можно в общем-то об этом говорить. Ну, скажем, нагайский период в истории Башкирии это целый большой отрезок времени, вот это наверное начиная уже с 15 века, да, там значит почти что весь 16 век, ну конец 15 века, весь 16 век, вот это все нагайский период истории, потому что у нас в свое время в историографии не совсем были правильные представления о, скажем, вхождении Башкирии в состав российского государства, когда это происходило, вот была взята дата 1557 год, ну вот это было на то свое основание, в Никоновской летописи было написано 1557 год, башкирцы добив челом ясак поплатили, но на самом деле вот как сейчас уже выясняется, фактически башкиры и нагайцы находились в едином политическом пространстве, до начала 17 века, до тех известных событий, когда уже с востока появились калмыки, айраты и вот фактически нагайцы были вытеснены как бы с этой территории, откатились уже к Волге, до начала 17 века фактически по крайней мере южная Башкирия находилась вместе с нагайцами в одном политическом пространстве, а то, что в 1557 году это, скажем, начали входить северо-западные башкиры, северо-западная часть башкирии после падения Казани и так далее, ну то есть это отдельно вообще тема разговора, вот, и не даром ведь у Ручкова это известно, скажем, на которую ссылается высказывание Алдара Исикеева, этого знаменитого башкирского старшины Бурзянской волосы, ну фактически владельца башкирии в начале 18 века, он так и говорил, что вот башкиры и нагайцы некогда были одним народом, ну это вот его высказывание, потому что они находились в одном политическом пространстве, в одной, так скажем, политическом образовании, которое называется Нагайская Орда и весь башкирский фольклор он переполнил, так скажем, воспоминаниями об этом периоде, вот, потом вот этот пласт башкирского фольклора, эпического наследия, связанный, так скажем, с Нагайской Ордой, там башкиры имеют свой тоже эпос, да, то есть Идукай Мурадым, то есть Идигей и Нурадым, так скажем, да, если чисто по-нагайски говорить, это фактически Нагайский эпос, который, в общем-то, был башкирами переработан на свой лад, ну и вот это такой отголосок общего наследия, и опять же, масса всяких преданий, 40 нагайских батыров, там Таргейн, там Капландэ, все-все это, короче, это есть, вот даже если брать по вот этому, значит, плане эпического наследия, ну и соответственно, наверное, вот у нас у башкир более 50, около 50, так скажем, родовых образований, или племенных, по-другому, по-разному называть, кланов, там, властей и так далее, во многих из них мы видим обязательно, особенно в таких крупных башкирских кланах в составе таких как Бурзян, Табын, Копчак, вот обязательно есть подразделения Нуаи, это как раз вот те нагайцы, которые, скажем, не все же нагайцы ушли из Башкирии, многие остались, вот, влились в состав башкирского народа, даже целая волость у нас Кубалякская есть, вот, это современный Училинский район и Стокучилинского и Обзелиловского, бывший Кубалякская волость, башкирородокубаляк, это основателем этого вот этой Кубаляк волости, это Нагаец был Кубаляк, вот, Нагаец Кубаляк, Кубаляк, и вот в составе башкирские волости, они ведь как, они же все этнонимические характеры названия имеют, вот, кипчак, кипчакские волости, вот, понятно, эти кипчаки были там, бурзянский волос, понятно, там древняя этническая общность, бурзяне и так далее, там Катай или Табын, это все понятно. И только две были волосы в Башкирии антропонимического характера имела Кубаляк по имени человека Нагайца. И Надиров Волос, Надиров у Разметов, там Башкирский Тархан, по имени двух человек. Поэтому связи это много, говорить можно как угодно этот период истории, он, скажем, такой был такой трагический с одной стороны, да, такой противоречивый, трагический, ну, с известными событиями связанные, да, в Нагайской Орде, вот это с междуусобной войной. Да, но это, видите, еще как получается. Я вот почему спрашиваю, потому что я знаю, что единственный, даже сказать, на уровне народа, народ, который поддерживает то, что не отвергает, вернее, Нагайцев на, как сказать, на уровне таком, на историческом уровне, это, наверное, Башкиры, скорее всего. Но еще есть Харгызы, они тоже не отметают того, что у нас, ну, мы даже в Манасе представлены, которому тысячу лет, к примеру. Вот возникает вопрос, ну, нам, Нагайцам, не стыдно совершенно входить в Башкирский народ, например, Харгызский народ, казахский народ, это нормально. Даже мы в татарском народе тоже представлены, в принципе. Нагайский период, как вы выразились, он, в принципе, есть практически во всех тюркских народах, включая даже Турцию западную. Башкиры, по-моему, насколько я знаю, вернее, очень древний народ. Он же еще до нашествия монгол был, да? Ну, это да, да. Там есть упоминания о том, что чуть ли не наравне с Харгызами, которые считаются древними официально. Ну, считается, вот, в историографии, что первое упоминание о башкирах относится к седьмому веку, это китайская хроника Суэшу, ну, а, скажем, более конкретно уже, ну, уже можно говорить с восьмого, наверное, века, восьмой, девятый век, там, это уже, как бы, однозначно, там, насчет китайской, вот этого известия, потому что китайские иероглифы трудно прочитываются, как вы сами понимаете, написано на дно, звучало по-другому, а что подразумевалось под ними, это вообще, это третий вопрос, да? Поэтому трактовка этих китайских иероглифов это большая, скажем, научная проблема, ну, а уже в китайских, арабских сочинениях с восьмого, девятого, десятого веков мы точно это уже видим, конечно. Да, Башгирт, там конкретно было написано. А вот это Гумеров говорил, что миграция кипчаков была через вас, по-моему, да, получается? Гумеров это кто? Гумеров имя очень что-то не записал, честно говоря, этот самый, я просто читал статью про него, что миграция была такая, ну, историк, кипчаковская миграция, вот она повлияла на Башкира, как бы разбавила их, получается, да? Вот смотрите, там, кипчакам, это же, ну, большой вопрос, очень большой вопрос. Вообще, что это такое кипчаки, да? Вот, кто такие, почему вот это огромное пространство называлось Дэшти-кипчак? Ну, это же внешнее персидское название, то есть, это не значит, что вся вот эта территория Дэшти-кипчака, там, от Дуна и ДРТШ, там, все население, которое жило, называли себя кипчаками. Это совсем не так. Там, внутри этого объединения, безусловно, были собственные кипчаки, вот, и там это был огромный, значит, конгломерат различных тюркских племен, Куны, там, Емеки, Уран, там, и Кемаки, и так далее, то есть, огромный конгломерат, на самом деле. Ну, просто он получил, скажем, название, такое обобщающее в персидской литературе Дэшти-кипчак, поскольку, видимо, среднеазиатские районы, жители среднеазиатских районов впервые с ними столкнулись, и вот по их имени, их имя перенесли, как бы, на весь, вот этот конгломерат тюркских племен. Но, что касается собственных кипчаков, вот я и говорю, что, когда это было вообще, скажем, такое, несколько орд, там были кипчаки, ханство кипчаков ильбари было, там на западе куманы были, на востоке уранское ханство было, вот на территории современного восточного Казахстана, вот, кипчаками они себя не называли, они себя называли уранцы, так и у Рошады Дина они написаны, описаны, вот, и когда уже, скажем, после монгольского нашествия, вот это все, так сказать, крошево, из этих племен, ведь монголы там прошлись так, что, даже кипчаков, фактически, там просто какие-то осколки народов, и вот это крошево там начало, оно уже под общим, вот, названием кипчаки, хотя, может быть, там даже, это, не собственные кипчаки были, а просто, так сказать, такой политоним, под которым они вошли в историю, они стали, в общем-то, такими составными частями во многих, у многих народов, да, складывающихся, вот, после монгольского нашествия, ну, и в состав башкирского народа, естественно, вот этот кипчахский компонент, Р1Б, да, ну, да, 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 он вошел, он вошел, и вот, у нас башкиры-кипчаки населяют юг башкирии, их очень много, вот, собственно, уранцы, вот, которые, тоже иногда пишут, в литературе их называют, кипчаки-уранцы, ну, это просто уранцы, уранцы, вот, ни у кого не сохранился, а вот состав башкира сохранился, сохранились они после того, как вот, гибель Атрара, наверное, знаете, там, да, фильм даже в Казахстане был, Атрара, с чего все началось, это Каир Хан, который вот уничтожил вот этот монгольский караван, с чего потом война-то и началась, да, там, Чингисхан это использовал как предлог для войны, вот, как раз он же был ханом уранейцев, уранцев, и, в общем-то, они первые попали под удар монголов, и нигде они не сохранились, они только в башкирии сохранились, башкиры-уранцы, вот сейчас это Янаульский район населяет, бежали, и вот, и вот Урал, Урал, он был вот такой территорией, она сам, во-первых, естественная крепость, и разные вот эти племена, такие, значит, осколки разных племен, которые играли какую-то роль в свое время, ну, знаменитых даже племен, осколки, вот находили там приют, это своего рода такое, значит, как вот на Руси же был, там Дон, откуда выдачи нет, ну, и здесь то же самое, туда вся эта вольница и собиралась, вот у нас уранейцы есть у нас, потом Меркиты, которых Чингисхан преследовал, тоже, значит, бежали в Башкирию, у нас вот целый Меркитский воз, ну, много таких вот интересных моментов, ну, конечно, поэтому у Башкир поэтам как бы два пласта вот таких этнических, то, что было древний пласт, который домонгольский, да, который складывался вот из автохтонного вот этого населения, Южного Урала, оно не обязательно было тюркским, там были, значит, сармат-аланы, допустим, вот как вот племя бурзян, там были фино-угры, вернее, даже угры, скорее всего, да, иенейцы там и так далее, вот эти остатки Великой Вены, Венгрии, вот, и потом пришли тюрки, собственно, носители этнонима Башкор, они объединились, все дали, вот это, домонгольский пласт, и потом уже золотоордынский пласт, это вот как раз остатки, вот эти куски, вот этого Улусу Джучи, из которого потом складывались, значит, Нагайская народность, в том числе Казахская народность, и вот кусок вот этой, значит, Улусу Джучи, он также и попал, значит, состав Башкир, он тоже сейчас, вот золотоордынский пласт, вот на генезе Башкир, он, в общем-то, это значительный, ну, может быть, до, там, треть, а может даже и до половины, сейчас это трудно подсчитать, поэтому, для Башкир истории золотой Орды, и, значит, Улусу Джучи, это тоже, так скажем, не пустой звук, у нас долгое время, как бы, ну, на это внимание обращалось, типа, вот у нас есть своя, там, башкирская история, нас это, там, Улус Джучи, это золотая Орда, не интересует, но история развивается, значит, может быть, тогда это было так, как бы, не до Жиру быть бы живу, там, как бы, собственно, свою башкирскую историю копать, не до Улусу Джучи, но сейчас горизонт открывается, расширяется, и поскольку мы видим со всех сторон, что вот эту историю золотой Орды пытаются использовать, но в каких-то спекулятивных целях, вот я вот имею в виду определенные круги ангажированных историк, допустим, Татарстана, которые вот пытаются разыграть Ногайскую карту, золотой Ордынскую карту, но тут уже волей-неволей приходится втягиваться в эту тему. Да, но мы к этому еще придем, обязательно по политику поговорим. Смотрите, насколько я знаю, да, башкиры, казахи, Ногайи, Кыргызы, еще, может быть, там другие народы, где-нибудь это есть, в отличие от татар и узбеков, имеют какую-то родовую систему. А чем родовая система башкир отличается, допустим, от казахской и от нагайской? Это нас объединяет, а вот что нас, как бы, отличает? Ну, по узбекам я бы так не стал бы говорить, все-таки у них до 19 века у них были кочевые узбеки, которые имели родовое деление, допустим, вот в династии, которая правила каканским ханством, Минги были, в Хиве правили, значит, Кунграты, в Бухаре правили Мангыты, кстати, Мангытской династии, этот, Эмир Бухарский был, вот, у них все-таки родовая структура, вот у кочевых узбеков, Дэшти Кипчахских узбеков сохранялся, у сартов, да, значит, сарты, они численно превосходили, вот этих узбеков, у них, конечно, у сартов не было, но у кочевых узбеков это было все-таки, поэтому совсем их так со счета сбрасывать не надо. Ну, а сарты, это примерно равно татар, получается, да? Ну, сарты, это не татар, но просто это вот оседлое, значит, вот то, что веками складывалось, вот это тюркоязычное и фарсоязычное население, оно до конца, вот у них даже во многих регионах они не имели, в общем-то, такой конкретной, скажем, идентичности, потому что были билингвами, то есть говорили и на фарси, и на тюрки, вот, потом, когда вот образовалась, скажем, узбекская, СССР, те сарты, которые остались в составе узбекской СССР, стали узбеками, а те, которые, например, остались в составе Таджикистана, те стали таджиками, понимаете? То есть, у них такой не было четкой, скажем, этической привязки, поскольку вот этот, этот слой оседлого населения, он складывался там на протяжении там тысячи лет, там, когда еще первые тюрки стали в период тюркского каганата, карлуки особенно, стали оседать, в Азии, в Средней Азии, оседали, стали становиться земледельцами, входили в этические контакты с местным иранским населением, фарсиванами и так далее, то есть, вот тут такой большой слой оседлого населения, он сложился. Ну, кстати говоря, возникает вопрос по этому, я, конечно, раз прерывал по поводу башкира, не рассказали еще пока, продолжим потом. Ага, язык тюрки, то есть, старый тюркий язык, он больше татарский, вот как татары говорят, старо-татарский, или все же, не знаю, во-первых, общий тюркский, скорее всего, а во-вторых, он современный, литературный узбекский язык, к примеру, по-моему, больше похоже на тюрки. Ну, примерно вопрос понял, да? Да, вопрос я понял, там называть его старо-татарским, это, конечно, некорректно, потому что, во-первых, потому что мы видим, что сами носители этого языка, которые использовали, как они его называли, ведь Рычков там прекрасно написал, что, значит, вот этот язык, которым они используют, они называют его тюрки, тюркича пишем, это еще в 18 веке писал Рычков, что называется тюрки, тюркича, а турецкий язык, который был в Турции, они называли руми, да, то есть румский язык, римский язык, вот, татарским языком его не называли, вот как Рычков пишет, что им совершенно это незнакомо, а когда говоришь, там, татарча блясин, они говорят, мы не понимаем, тюркича, да, тюркича блямян, вот, поэтому надо смотреть, как он сами называли, как они сами носители этого языка позиционировали этот язык, а он позиционировался только как тюрки. Этот язык сложился, значит, в государстве караханидов, вот, начался складываться, почему, то есть исторически это было первое мусульманское тюркское государство, этот империя караханидов, которое, то есть, и когда создавался этот язык, этот язык тюрки, ведь он создавался на основе арабской графики, то есть это же была большая работа по приспособлению тюркских звуков к арабским буквам, то есть уже от роники там они перешли, ронику забыли, может быть, там переходные были, там какие-то другие еще алфавитные системы, как вот в Уйгурии, там манихейское письмо было и так далее, вот, и когда переход перешел на арабицу, это как раз произошел в составе вот этого караханидского государства, вот там и сформировался фактически вот этот язык, он, конечно, еще не совсем, как вы говорите, близко был к современному узбекскому языку, это нормально, такой был тюркский язык, вот почитающего там, Юсуфа Баласугуни, вот это потом, на этом или хаканийский язык, по-другому, Махмуд Аль-Гашгари разговаривал, то есть понимал прекрасно, и вот этот язык он начал везде распространяться, потом возникли там его региональные варианты, Средняя Азия, там свой региональный, так называемый, вот этот чагатайский язык, да, потому что в чагатайском улусе, не потому что там чагатай и монголы изначально, там на нем говорили, а потому что на территории чагатайского улуса, то есть в Маверонахаре он бытовал, потом вот эти региональные его варианты, был Урала-Павловский региональный вариант, которым пользовались, кстати, предки Башкир, Нагайцев, казанских татар и так далее, вот Урала-Павловский, тюрки, казахи, наверное, в какой-то степени, потому что говорить-то все говорили на разных своих диалектах, а писать-то писали на одном языке, то есть казах мог говорить Жахсе, например, хорошо, Жахсе, но на письме он напишет Яхше, например, понимаете, то есть так же и Башкир, он мог говорить как угодно, в живой речи, но были определенные, значит, вот эти литературные нормы, которым, значит, все придерживались, поэтому неуместно называть его там старо-татарский, ну, толмачи русские, да, называли, вот татарским письмом написал там такой-то, такой-то князь Едигей, условно, да, написал нам грамоту татарским письмом, например, но это же не значит, что если там русский толмач называет это татарским языком, так оно и есть, понимаете, то есть это взгляд постороннего человека, так же он мог и агриц там по-немецки написать, там говорит там, что вот немецким письмом написано, а хотя там, значит, имелось в виду, там, допустим, послание короля Англии. Поэтому надо просто это все понимать и вот это, значит, как у нас в Казани наши, значит, коллеги многие делают, вот такую, несознанку уходят, ну, вот же там, старо-татарский, ну, вот же тут говорят, что вот толмачи пишут, татарским письмом написано, ну, это совсем такой негодица, то есть такие вот аргументы, они не принимаются, естественно. Ну, естественно, конечно, не принимаются. Нагайцев тоже называли нагайские татары, азербайджанцы называли азербайджанские татары, кумыков называли дагестанские татары, например, они за это татарами не стали. Давайте продолжим про башкир. Что там у нас клановую систему обсуждали? А клановую систему за что? Чем отличается? Ну, по-моему, даже на шотландскую, похоже, я читал, слышал такую. Ну, это, что-то есть такое там. Там, смотрите, родовая номенклатура, то есть клановая, значит, она принципиально не отличается, в общем-то, от нагайской. Мы видим, вот у Трипалова список, он восстановил нагайских родоплеменной номенклатуры. Вот мы смотрим все, что практически там было. У нагайцев то же самое, так скажем, было и у башкира. То, те же самые племена Мин, там, Табын, там, Кунград, там, Патай, ну, там, Сальют, ну, все-все там, все то же самое есть. Ну, есть, конечно, небольшие отличия. Допустим, опять же, у башкир в родовой, скажем, номенклатуре этнонимы такие, которых нет у нагайцев, у казахов, это те, скажем, те племена, которые, скажем, как я говорил, являются древнебашкирскими, тот домонгольский этнический пласт, такие как Бурзян, Усерган, Еней, Юрматы и так далее, там, да, то есть, скажем, этот древний пласт башкирского народа, соответственно, он нету, он отсутствует в родовой номенклатуре казахов, нагайцев, каргизов, каракалпаков и других, вот, а золотардынский пласт, он практически такой же, все практически так же совпадает, это одно отличие, и другое отличие, то, что, ну, башкир, значит, поскольку они не были такими сугубыми кочевниками, рано как бы вот закрепилось за каждым родом своя, так скажем, волосная территория, потом это оформилось уже в эпоху Золотой Орды, это еще оформилось, скажем, вочинные права, уже вочины стали возникать, но, по крайней мере, башкиры происхождение своего вочинного права относили к Чингисхану, но это не значит, что прямо к Чингисхану, это условно, то есть, во время монгольских ханов это было все, так скажем, конституировано, и это было признано потом русской администрацией, это же было признано, что уже они вошли с готовым вочинным правом в состав России, и даже министр имуществ Российской империи Киселев в середине XIX века, он так и говорил, что башкиры пользовались своими землями на основе вочинного права еще до вхождения в состав России, вот, а когда ты есть вочина, ты уже не можешь, так скажем, куда-то дальше залезать и занимать чужие территории, это уже, так сказать, была такая уже конкретная привязка земли, и вот поэтому они были башкиры, так скажем, более привязаны, что ли, скажем, к Уралу, и несмотря на многие призывы во время восстаний и так далее, крымских ханок к себе звал, Крым, давайте, переселяйтесь, естественно, они не могли этого сделать, знаменитая воинственность башкир, воинский дух, я бы сказал так, он объясняется вотчинным правом, да, получается, или чем вы объясняете? Ну, понимаете, я имею в виду, если иметь в виду вот эти восстания, башкирские восстания, вот, восстания, то, смотрите, тут, конечно, во многом, да, лежит то, что земельный вопрос в первую очередь, естественно, вот это упорное сопротивление, оно было связано именно как раз с этим, башкиры себя считали вотчинниками, вот, вотчинниками, причем, вотчины ведь разные бывают, вот, вотчины разные они бывают, потому что, скажем, у некоторых народов Сибири тоже они владели вотчинным правом, но вотчинным правом они владели, это, скорее всего, это было больше похоже на поместное землевладение, владели, условно владели, потому что все равно эта земля, поскольку она была завоеванной, считала, что русским государством, русским царем, оно в конечном итоге считалось, скажем, казенной землей, вот, царской землей, на которой вот живут какие-то вотчинники, это как вот и у русских потом, значит, помещиков сначала, то есть, там же тоже были вотчинники, уже в Екатерине вот эти помещики фактически на основе вотчинного права стали владеть землей, но все равно, значит, собственником земли считался русский царь, а вот у башкир, значит, вотчинное право, оно было частновладельческим, это было именно собственные, значит, частновладельческие земли, вот, он мог продать, мог потом, когда уже разрешили эту продажу, мог продавать, допустим, а казаки, допустим, яицкие там или уральские, они владели, или калмыки, владели землей государственной, они не могли его продать, вот, их могли оттуда согнать, но продать не могли, вот, как бы, в этом большая разница, вот, и, значит, башкирские восстания, они во многом были, скажем, причиной, глубиной причины, вот, как раз, вот эти, значит, попытки царского правительства, лишить их вочинного права, отобрать землю, и башкиры, естественно, отчаянно сопротивлялись. Ну да, это как Азап Бердин говорил, у чеченцев примерно то же самое было, очень активно сопротивлялись, десятки восстаний. И, да, еще, да, еще один момент, как бы, я не знаю, там, Бердин сказал или не сказал, там, все-таки у башкир же была, этот, акифальная, то есть, вот эта, безглавная полития, то есть, это не значит, что там правителей не было, там временами были, вот, я вот, парадокс такой, наши пишут, историки, вот, акифальная полития, потом смотришь, ну а как же, вот там, яганга венгер пишет, там, государь всей Баскардии, потом, недавно я еще нашел, в одном этом источнике, другой, оказывается, миссионер здесь побывал, там, францисканец немецкий, тоже пишет, домино, стотиус Баскардия, государь всей Баскардии, уже там, более ранний период, потом, мы видим и у арабских, историков, сочинениях, упоминания, вот, а как же так, оказывается, вот, объяснение там простое, то есть, власть, она, безусловно, какие-то правители, они возникали в один момент, потому что система была такая, живой, вот, когда пророк Мухаммед, в седьмом веке, начал свою проповедь, вот, арабы представляли собой, вот, как раз, вот, такие родоплеменные образования, то есть, никаких царей, ничего у них не было, а в более ранний период, значит, по тем же источникам, там, византийским и другим, там, каких государств было, Сабейское царство, там, это, куда они все подевались, вот, оказывается, вот, это тоже, это все диктуется ландшафтом, какая-то была экологическая катастрофа, там, вот, как пишет, там, Каратаев, один историк, вот, которая привела к тому, что, вот, это государство, оно усложненное, и сложные вот эти структуры стали упрощаться, просто, условно говоря, население не могло уже давать то нужное количество налогов, чтобы содержать царей и бюрократический аппарат, и даже там, где-то в Коране, по-моему, написано, там, убивали там своих царей, и перебили, и вот, и они сделали, к моменту появления пророка Мухаммеда, арабы представляли вот такую, значит, племенную структуру. В Башкирии то же самое происходило, когда, скажем, условия позволяли, возникали вот эти, правители, когда, так скажем, ситуация ухудшалась, они исчезали, вот эти, значит, и вот это горизонтальная структура, когда каждый клан башкирский, он равноправен, неважно, там, большой, маленький, все равноправны, все владелец там, у каждого, пусть маленькая, но своя, вот что там, у маленького клана, у большого побольше, но все равноправно, вот эта система, она, да, вот как Азат Бердин, если он сравнивал с чеченцами, а чеченцы, там же кто там, Ермолов писал, мужицкая Чечня, пишет, и аристократическая Кабарда, в Кабарде, потому что князья были, а в мужицкой Чечне не было князей, я вот, когда в Чечне было там, и чеченцы всегда хвалились, у нас, говорит, не было никаких князей, ни царей, говорит, каждый чеченец уздень, говорит, сам по себе, ну здесь вот тоже самая такая ситуация, каждый уздень, уздень это же слово, уздень от себя, вот, человек, который уздень, живет от себя, и так далее, то есть уздень, свободный человек, ну и также каждый себя башкир, вот он таким узденьем чувствовал, там как это писал вице-губернатор Волков, каждый, даже самый подлый башкирец, почитает себя за некого рода дворянина, вот, вот такая ситуация. Да, вот эти дворяне-башкиры, кстати говоря, аналогия с кыргызами тоже, тоже в принципе не поддались нашествиям этих монголов, там и так далее. Потому что у них тоже не было, да, у них же тоже, у кыргызов не было, единых правителей, тоже была вот такая, значит, монапы, биии, это князья, это родовые князья, монапы, это родовые князья, а единого правителя не было, тоже была такая, а кефальная структура, горизонтальная там интегрирована, вот такие структуры, они их тяжело поддаются, в общем-то, подчинению, ну, очень трудно подчинить. Ну, удивительная схожесть кыргызов и башкир, я уже давно-давно замечал, кстати говоря, прямо удивительно. Вот по поводу ремесел тоже, вот я читал, несколько лет назад, кыргызы приезжали и помогали вам построить команду, по, как, как бы, они называют, да, по-моему? Казадрани, да, имеется в виду еще? Казадрани, да, другие, это спорт какой-нибудь там, ремесла у вас развиты, по этому поводу, есть что-нибудь там, что позаимствовать у башкир? Братьев. Ой, ну это, наверное, лучше не со мной было говорить, у нас есть специальные люди, которые занимаются, реконструкторы там, Юлай Галлиуллин, я, честно говоря, не погружен в эту тематику, там, ремесла. Ну, по-моему, есть у вас такие, насколько я говорю. Ну да, такие есть, они появились, понимаете, вот смотрите, вот на моих глазах все это движение начиналось, я сам, когда вот на телевидении устроился на работу в девяносто первом году, и мы в девяносто первом году, вот я узнал, что реконструкция есть, Бородино, что вот на Бородине там один башкирский полк, первый башкирский полк участвовал на Бородине, в Бородинской битве, и вот я так думаю, ну ничего себе, раз взял камеру оператора, и, значит, одного человека, он как-то оделся там, тогда ведь ничего не было, начал девяносто, пошел филармоний какой-то, Малахай там нашел, еще что-то, знаешь, ну сейчас, просто стыдно было бы вывести такого человека, просто посмешечка, ну тогда что было делать, вот поехали, и вот одного человека там поставили, значит, договорились вот с этим, вот Соколов-то, который печально-то известный там, который убил-то любовницу, вот как раз вот, он же всю эту реконструкцию все это начинал, и потом на второй, на следующий год уже больше приехали, в 92-м году уже там 30 человек приехали, тоже, конечно, одетые как попало, но уже с конями, коней там где-то достали, уже, так сказать, вот, и вот это движение реконструкции началось, оно началось, а это очень замечательное это дело, ведь там не просто, это же не просто какой-то, ну скажут, вот там здоровые мужики, там ерунду ей занимаются, в солдатики играют, там переодевания, там вряженных, ну дело-то не в этом, это, так сказать, так это, это бал просто приехать куда-то там, да, а до этого какая там работа и ведется подготовительно, они же сидят, шьют, смотрят по гравюрам, там как было все это, по крупицам, вот эти костюмы восстанавливают, потому что одно дело, там какой-то костюм, которым на сцене пляшут, филармонистский, там черт течет, там кто во что горас ведь там придумывает, один так, то есть это сценические костюмы, а там ладно, этим артистам, простительно, могут все что угодно. Извините, Салават Ишмухамедович, непростительно. Непростительно, да? Ну ладно, да. Я считаю, что нет, потому что потом те, которые поставляли нам костюмы, будут говорить что-то, вы типа одеваете нашу одежду, ну как минимум. Возможно так, да. Наверное, все-таки и к артистам тоже надо немножко предъявлять какие-то требования, чтобы они там следовали какой-то, скажем, исторической конве какой-то. Ну а реконструкторам, как бы он сам Бог велел, это все делать сейчас. У нас, слава богу, это движение развернулось, не знаю, как у Нагайцев, но там, если нет, то надо это обязательно развивать. Это очень сильно дает для восстановления, во-первых, картины прошлого, во-вторых, для национального самосознания это очень сильно работает. Ну, в принципе, сейчас в тюркском мире, по моим наблюдениям, хргызы лидируют, а башкиры не сильно отстают. Ну, я знаю, я могу судить. Ну, в России, во всяком случае, насчет башкортов, лично у меня мнение, ну и моих знакомых, они там, среди них и ученые тоже есть, друзья знакомые, они считают, что башкиры даже, в принципе, в российскую, вот эту тюркскость способны возглавить даже. Ну, я не знаю, лично как я, я нагаяц, я хотел бы отказать в этом праве татарам, которые насильно заставляют татаризировать всех, к примеру. Как вы думаете, сможете возглавить, нет? Ваши карты. Нет, я вот боюсь что-то говорить, поскольку я, ну, кто я такой, я просто частное лицо, историк, там, журналист. Вот, это, наверное, нужно, если, скажем, понимание созреет на уровне руководства республики, это раз. Во-вторых, все-таки само руководство республики такие вопросы, наверное, тоже не может так на себя брать. Во-первых, ну что, руководство ведь оно что, чем оно занимается? Оно занимается там хозяйственными задачами, условно говоря, там, тут что-то прорвало, там, тут надо тушить, еще что-то, вот, и так далее, и так далее, татарстанские-то очень вмешиваются в политику миро-национальную. У них это исторически пошло, это вот с 90-х годов это пошло, даже раньше, я бы сказал, с 80-х годов, еще в советский период истории у них это пошло, вот это, так скажем, как, опять скажу, словами Альфреда Бустанова, знаете, да, такого ученого, вот, это он хорошо выразился, этого он назвал, как он назвал, интеллектуальной колонизацией исторического прошлого, вот, они вот этой интеллектуальной колонизацией тюркского прошлого, всех тюркских народов уже начали заниматься в 80-х годах, вот, я знаю. Да, даже в 30-е годы, насколько я знаю даже, 20-е века. Смотрите, там, что-то было там и в 30-е годы, потом, значит, в советское время там все-таки господствовала вот эта булгарская теория происхождения, вот, они занимались, в общем-то, я считаю, что это наиболее правильная, скажем, теория, вот, они занимались в советское время, поскольку там наука была поставлена на жесткие академические базы, и все там, все археология, археология там, против нее не попрешь, вот, на археологии все было построено на, скажем, такой, позитивистские такие подходы, без всяких сочинительств, без всяких фантазий, и вот она была, булгарская теория, а вот, когда в 80-е годы вот у них опять возобладал вот этот, значит, татаристский концепт, и вот у них началось в начале 80-х уже, уже на самом деле это посерьезно, то, что было в 30-е годах, это все-таки немножко самодеятельность, там, и уровень там работ был не очень такой, невысокий, вот, а потом уже все, уже пошло, и вот это идет до сих пор, и вносят, так скажем, большую напряженность в отношении между всеми тюркскими народами, вот я сижу, удивляюсь, читаешь книги по истории тюркской истории, всю жизнь тюрки с тюрками воевали, все время дрались, там, значит, нога эскарда, с казахским хамством, с крымским хамством, значит, с казанским хамством, с казахами, там, война постоянно, значит, фактически, вот эти осколки пост-ордынские образования, они себя и уничтожили, да, то есть, что тут потом, там, говорить, там, сокрушаться о, там, как некоторые пишут, там, о русских колонизаторах, там, захватчиков, которые пришли и там захватили, все, но святое место пустое не бывает, они сами себя убили, всех раздолбали, разгромили, тогда были войны, вот, а сейчас уже войн нету, армии нету, ничего нету, а теперь, вот, другой вид, так скажем, борьбы идет, вот это как раз интеллектуальная колонизация, захват чужого исторического наследия, это тоже, так сказать, сейчас в открытую не воюют, битва происходит в интернете, там, на страницах бумаги, но от этого, так скажем, нервозности не меньше, вот, когда, скажем, вот, мы видим, и тут всегда хочется вот так сказать тюркским братьям всем, ну, ребята, ну, у каждого ведь своя великолепная история, надо заниматься своей историей, не залезать, не нервировать других, чужой огород не надо, ведь от того, что вы там, скажем, как наши казанские братья пытаются всех, значит, татарами записать, от этого же никто же татарами не станут, не станут они, ну, в любом случае не станут, вот, не станут, а только, они тем самым только ухудшают к себе отношения, да, к себе отношения ухудшают, естественно. Да, то же самое я могу сказать про казахских отсемиленецов, на нас они больше действуют, к тому же у нас нету такого защитного барьера в виде множества ученых, там, со степенями и так далее, у нас они есть, но они уже старые, сейчас новое поколение уже учатся там, ну, я вот лично даже троих знаю, которые учатся, и которые завтра-послезавтра, упрощенно говоря, поднимутся на защиту, на гайской истории, культуры и так далее, ну, вот, смотрите, получается, как вы сказали, культурная, виртуальная колонизация. О, колонизация, правильно, насчет нее хочу тоже одну вещь сказать, у нас юртовские ногаи есть, которых называют юртовскими татарами, и вот часть из них, я лично видел круглый стол с их участием, активно, как перетаскивать, я бы сказал, на гайскую историю, культуру, там, все остальное, на татарстанскую почву, на казанскую почву, будем так говорить, книги пишут там и так далее, и все это, называют татарскими и так далее, хотя сами признаю, что татар, но мы новая, отновременно, ну, непонятная их позиция, конечно же, дело в том, что они лишают нас, как бы, своего добра, и причисляют себя к чужому народу, тоже отновременно. Вот у вас, по-моему, тоже такие есть, там, допустим, вот Габасов, Алсынов, они же башкиры вроде бы, да? Да, башкиры. Националисты вроде, я сказал, что такое, да? Ну, как, это про организацию, сейчас она запрещенная, организация Башкор, но они, в общем-то, такими интеллектуальными искусствами-то они не занимались, они, значит, больше политика, и они, в общем-то, на определенном этапе, вот, почему-то взяли, вот такой ошибочный крен, вот, на союз с этими, скажем, не говорю, с какими-то там нормальными, там, татарскими организациями, значит, именно с татаристами, ну, это известный, в общем-то, прием, их там, наверное, в темную разводят, потому что, еще во время нашей Аймиевы, это же все использовалось, значит, раскачать здесь ситуацию, вот, заметьте, в самой Казани нету ни одной национальной организации, которая критиковала бы свое руководство, значит, а когда у нас здесь, в республике, что-то возникает, то это все со стороны искусственной поощряется, и вот, находятся лица, готовые, значит, идти с ними на сотрудничество, вот, это все используется, раскачивается, это известная тактика, политизировать здесь, в Башкирии, дестабилизировать здесь, значит, ситуацию, в Казани так себя делать, потом показать, вот, националисты немые, а вот, здесь, вон, в Башкирии, там, вот, значит, вот, как это, в общем-то, было сделано, вот, скажем, в отношении, там, режима Рахимова, но у них ничего не удалось, если возвращаясь к этой, значит, теме, вот, и их народ-то не поддержал, вот, им и не поддержат никогда, это какие-то, значит, я бы сказал, это маргиналы, по большому счету. Ну, я не знаю, я в личности назвал бы их, вообще, чуть ли не иностранными агентами, что ли, например, вот, у Габасова, ну, Башкорта, движение Башкорта, я видел... Там не все, не все там, там не надо называть их всех вот таких, там же много было нормальных ребят, да. Естественно, тут только руководство, я обычно говорю, надо отделять реально. У них казахстанский флаг, я видел. Зачем? Почему? Они казахи, что ли, в конце концов, тоже не бывает. Ну, вот, кто там, Айсин, Исхаков, там, Идель Реали, Азатлык, не знаю, они вообще, мне кажется, дискредитируют вообще все это, национальные какого-то движения, является, по моему мнению, является иностранными агентами. Как вы думаете по этому поводу? Ну, насчет этого я не знаю, я не буду говорить, чего не знаю, но, я думаю, они сами сейчас жалеют об этом, скажем, шаге. Вот они, видимо, ну, не знают, чего. то есть, накануне вот таких, уже над ними, когда Дамоклов меч был занесен, и зачем-то они вот так демонстративно начали себя позиционировать, как друзья вот этих Исхаковых. Просто, я не знаю, то ли глупость, то ли что. Я так до конца и не понял. Ну, поэтому многие, ну, интеллигенция, по крайней мере, там, от них отвернулась вся, это точно. Ну, да, у нас тоже есть такие вещи, когда народ полностью осознает всю неправильность позиции и заставляет руководство отвернуться от той позиции, которая занимает, там, в результате, не знаю, пропаганды, там, денег или чего-нибудь подобного. У нас такие случаи были, когда наши, типа, элита наша, типа, она откатывалась назад, к народу обратно и говорила то, что народ говорит. Насчет, смотрите, вы недавно участвовали в Круглом Столе по поводу юртовских, юртовских нугаев. Да, да. Может, скажете еще, небольшую тему затронем. Юртовские татары, нугаи, это татары или нугаи все-таки? Ну, это, конечно, нугаи, но это же совершенно очевидно. Это, ну, просто, ну, я даже удивляюсь, что люди есть какие-то, которые еще, в общем-то, в этом сомневаются. То есть, откуда здесь, значит, взяться? И потом, если мы говорим татар, кого мы имеем в виду, опять надо понимать, кого мы имеем в виду? То есть, что, какой-то, значит, в 17 веке, там, или раньше, там, или позже, я не знаю, какое-то было переселение, что ли, из-под Казани, сюда группа населения, какого-то, что ли, там, такого массового, как тогда, значит, в источниках мы не видим, чтобы там казанская чуваша, то есть, как вот предки казанских татар, фиксируются в источниках, чуваши под Астрахань, их нету, откуда им взяться, значит, вот, были там, потом уже в советское время отдельные переселения, ну, и просто, как всегда, значит, определенные люди, значит, Мишарской национальности переселялись и так далее, но это же, как бы, единичные вкрапления, а по документам мы четко видим, что под Астраханью жили всегда юртовские нагайцы, юртовские нагайцы, которые там остались, вот, это еще вот самый, тот период, когда Поволжье входило в состав московского государства, вот как они остались, так и живут, вот, мы видим их и в 17 веке, и в 18, и в 19, и тем более, когда сейчас мне показывают я окончательно убедился, показали мне метрики, где вот все, черным по белому написано юртовский нагай, юртовский нагай, все, значит, что еще надо, вот, причем еще там махаля расписано, там, кто с какой махали, там, кунград, там, еще какой, там, в общем-то, вот в таком виде, скажем, реликты, вот этого родового уделения даже у них сохранилось, вот, поэтому, что тут спорить, тут спорить, собственно, не о чем. Есть, конечно, будут, и всегда, наверное, будут, а может быть, их и не будет потом, но бывают такие люди, которые, ну, вот они просто ангажированы, скажем, на чей-то, в данном случае, казанский политический проект, но это же исторически так вот, в советское время только сложилось, когда, вот, скажем, татарское образование было распространено на юртовских нагайцев, естественно, там, произошел там определенный дреев этнического самосознания, вот, но это же история, ну, это с каких времен, это же несколько десятилетий всего лишь назад и так далее, вот, а до этого они там тысячу лет там были нагайцами, ну, так же, в общем, пусть, это же люди должны просто понимать, я понимаю, многим психологически трудно вот через это перейти, вот он человек, да, учился там, значит, татарским языком, потом учился в Казани и так далее, и так далее, но психологически это трудно, но это неизбежно, это неизбежно, это все равно, значит, чтобы они не пытались сделать, все равно вернется к своим истокам это дело, потому что уйдет это поколение, которое училось в Казани, ну и все, и на этом все это кончится, но зато наши достояния будут уже у татар официально в Казани, татарским это назовется, оно уже называется уже по идее, давайте попробуем танцы нагайские, уже названы татарскими, это уже зависит от того, значит, как сами себя начнут нагайцы, нужно просто отставить свою самобытность, ну сколько, они же не смогут это постоянно отрицать, если, значит, нагайцы постоянно будут я понимаю, но все же, если там, допустим, 10 нагайских ученых переехали туда, получили там степеня, кормятся с рук казанских ассимилионистов, да, к примеру, выпускают книги под своими фамилиями, именами, называют себя татарами, в Казани все это дело происходит, итог такой, что на основе этих книг через 10 лет, через 20 лет, через 50 лет они смогут там легко доказать, где ваши доказательства, скажем, у нас нету, мы скажем, наши уехали в Казани и там делали, ну докажите, и мы ничего не докажем, ну вот смотрите, надо свои книги писать, понимаете, то есть, надо, надо, конечно, да, вот в советской эпохе наши ученые, они уже постарели, реально, 60, 70, 80 лет уже, у нас даже сейчас Исаак Апаев, не дай Аллах, уйдет от писательской деятельности, я даже не знаю, что у нас будет тогда, поэтому надо воспитывать своих новых, они в принципе есть, как бы, да, но в связи с этим с 90-ми годами, с 2000-ми годами тяжело было, сейчас вот пробиваться трудно, как бы, все развалилось же, по идее, и издательство там, и все остальное, и школа, историческая там, и другая, давайте попробуем встать на сторону, как правильно говорят, татаристов, наверное, как вы их называете, татаристы, да, вам не кажется, что было бы выгоднее нам всем, то есть и башкирам, и ногаем, и кумыкам, не знаю, и казахам российским, всем остальным, всем записаться татарами, тогда же мы будем вообще крутой нацией будем, там сколько нас, 5-6 миллионов минимум будет, не выгоднее. Ничего же это не дает, что это дает-то, ну, в реальности, ну, что это дает? Казань экономически развиты, может экономически развита, но ведь она же только на своей территории, значит, она экономически развита, бюджет Татарстана действует только на территории Арте, на территории Нижнего Повола, Поволжья, это же не действует, там какие-то крохи, которые там, вот они выдают, ангажированы с ними, значит, вот таким деятелям, но это же, это же ни о чем, вот от того, что вы назоветесь татарами, вам же не сделают, внутри России, огромный, значит, такой Татарстан, да, от Казанского вокзала, там, до Татарского пролива, понимаете, это утопия, конечно, это ничего не дает, ну, что толку там, значит, вы все назовутся, значит, ну, во-первых, это просто само по себе глупо, но с чего ради, потом, значит, есть история, есть, значит, есть непреложные факты, а с этим, что, как быть, там, во имя какой-то непонятной, вот сиюминутной идеи, мы что, значит, должны искажать историю, что ли, история ни при какой ситуации искажать нельзя, потому что люди уходят и приходят, а она остается, вот, поэтому это просто глупо какой-то, я не знаю, это тема, это вот эта идея, которую в начале 20 века предлагали там вот эти, все вот эти деятели, значит, Галимджан Ибрагимов, там, Каим Нусыри, там, и там другие, ну, давно уже пора выбросить, это же, это же, это отсталось, это начало 20 века, с тех пор уже сто лет прошло, они все, значит, топчутся на одном, на одном стоят, это уже не работает, тогда-то это не работало, вот, самое образование Башкирской республики, это показало, образование отдельного Башкирского национального проекта, который не захотели, в общем-то, никак, уже тогда это показало, что это не работает, а сейчас, через сто лет, это тем более не работает, уже, сколько можно уже эту тему жевать-то уже, я не знаю, у них, но это же ведет, в первую очередь, деградация их самих, тех, скажем, ну да, насчет деградации, насчет деградации, я вообще полностью с вами согласен, ну реально, имея там целые институты, Марджани, там другие, там, да, ну реально, у них большие, огромные институты, да, они ничего не могут сделать с нами, даже с нагайцами, не говоря уж про Башкир, у меня такое впечатление, что они уже как бы по инерции движутся, а силы уже там, разъято не осталось у них. Понимаете, это уже идея фикс, идея фикс, она же, это, это не рациональная идея, это вот просто, значит, все в темяшилось, то есть идея фикс, там уже рациональные там, доводы не работают, там рация отключается, и вот он, просто человек становится как зомби, ну вот я просто вот это так понимаю, то есть, ну сколько можно уже, так сказать, ну ладно, там сами зомбировались, я вот просто надеюсь, это поколение вот этих зомби из Хаковых уйдет, то там может быть какие-то трезвые люди появятся, а с этими уже бесполезно что-то говорить. Ну, каждый 10 лет вспоминает про то, что мы татары, оказывается, во время переписи, и все, больше от них никакой пользы нету. У меня вот вопрос, не то что мучает, я так-то ответ на него знаю, в принципе, но хотел бы, чтобы мои слушатели услышали вот кандидата исторических наук, Хакназар. Был такой хан казахский, казахские деятели, я их называю казаклинцами, ну, потому что они нас называют Нувайло, вот, и себя тоже Нувайло называют, и на стою этого, оказывается, наше достояние, это их достояние. Ну, хорошо, пропустим это, вот про Хакназара. Говорят он, ну, я читал, что он правил в Башкирской, Ногайской Башкирии, по-моему, даже вы говорили, насколько я помню, и стал ханом казахского ханства, и типа, и Нувайев под себя подмел, и Башкиров подмел, и, ну, сами казахи, конечно, естественно. Что вы скажете на это дело? В чем, где здесь правда, где здесь неправда? В общем, может, расскажете про Хакназара? Мне лично интересно вообще. Ну, да, тут тогда надо немножко издалека пойти, да, то есть, издалека пойти. В общем-то, там же есть разные даты образования там, казахского ханства, но я лично считаю, что казахское ханство, уже вот конкретно можно говорить о нем уже при, значит, там, с Касим хана, наверное, то есть, начало 16 века, поскольку до этого, когда основатели династии казахских ханов, Джанибек и Гирей, они все-таки находились еще в узбекском Улусе и окончательно из него не выделились, и их называли тоже узбек-казаками, узбек, потому что Улус узбекский назывался, а казаками, потому что они, в общем-то, восстание подняли, в общем-то, отделились от Абулхайр-хана узбекского, значит, единого хана. И потом, после Абулхайр-хана, вот это, шла долгая война, пока вообще окончательно весь этот узбекский Улус фрагментировался, и, значит, уже внук Абулхайр-хана, Мухаммед Шейбани-хана, вот, со своими, значит, людьми ушел, завоевывал Среднюю Азию, Маверанахар, и все, кто с ними ушел, уже конкретно стали, так сказать, называться узбеками, а те, которые, значит, сгруппировались в Восточном Казахстане, там, в Магулистане, и так далее, объединились вокруг Гирея и Джанибека, уже отбросили, фактически, вот это название узбек, стали просто там казаками называться, и уже, значит, фактически, уже после смерти это произошло, вот это, основателей вот этой династии, Гирея и Джанибека, уже фактически, можно сказать, уже можно определенно говорить, уже при Касим-хане, Касим-хан, да, это был мощный хан, вот такая была молодая воинственная общность, на вот таком, на пассионарном подъеме, ему удалось, значит, распространить огромные, значит, пределы казахского ханства, но ведь эти, вот эти границы, ведь это же, они были довольно-таки эфемерными, понимаете, там, то есть сегодня могло вот так, там раздуться, завтра, значит, при каком-то военном поражении, могло вот так, значит, до какого-то пятачка земли, все это сдуться, и потом не надо забывать, какую роль играли, значит, Мангытский юрт в то время, Мангыты это были делатели ханов, вот, потому что это самое могущественное образование из пост-ордынских тогда, и причем не просто ведь образование, они уже, так скажем, когда Мангытский юрт образовался при Едигее, потом образовался, сформировался определенный круг племен, уже постоянных, и была своя, так скажем, династия правителей, которая четко осознавала свою, значит, свои политические задачи, а задачи были-то таковые, чтобы не подчиняться никому из чингизидов и сохранять, как бы, свою самобытность, но поскольку не подчиняясь чингизидам по законам того времени, там, вот этой идеологии чингизизма, тебя нигде бы не воспринимали, там, допустим, как Ляри Бека, или там, значит, как, скорее всего, как Улубей, да, великого князя, и смотрели бы нас высока, поэтому тут как бы взаимный был интерес и, значит, мангытских правителей, и, значит, чингизидов, мог выйти любой чингизид, который не имел ничего под собой, приехать на поклон к мангытскому любви и сказать, давай, я хочу быть ханом, например. Тот говорит, хорошо, ты будешь ханом, но я буду при тебе, значит, формально считаться Бекляри Беком, согласен, тут все окей, по рукам. Мангыт, значит, выдвигает войско, ставит его там, вот, и там или там, где угодно, вот так же, значит, там в Сибири могли поставить, там еще где-то могли поставить, вот, это были такие, делать, делать или ханом. Вот, ну, Касим хан, он сам как бы возрос, он сам, так сказать, на волне вот этого, значит, распада узбекского улуса, вот он добился таких высот, но когда он умер, значит, пришли его преемники бездарные, и фактически вот это все сдулось обратно. Там Казанское ханство потеряло все свои, значит, вот эти завоевания, в Западном Казахстане, там, значит, приорали и фактически опять там откатилось границам Магулистана. И вот потомок вот этого Касим хана, Хак Назар хан, он же как раз в это время где? Опять находился в Мангутском улусе у делателей вот этих ханов. А как он там оказался-то? Ну, это была традиция, но мы не знаем, как, может быть, в плен попало, а либо, значит, ведь Мангуты сами, подбирали кандидатов подходящих им и взращивали. Такой, значит, был у них инкубатор по взращиванию ханов, лояльных к себе, чтобы потом их ставить, чтобы как-то вот... Это тоже как было в большинстве случаев утопия, что вот они взрастили хан, и тот будет до конца ему лоялен. Ну, обычно так не бывает и не бывало. Но, тем не менее, вот Хак Назар хана, они вот у себя вырастили, он там рос при дворе... Погоди, кого там, я уже забыл, а? Мамая? Не, Шейх Мамая? Черт, или Мусы, Мусы, по-моему, так. По-моему, Мусы, да. Да, Мусы, ну, да, вот. Ну и вот, ладно, не суть. И вот его сделали, и потом ведь, как вот Рипавлов пишет по его реконструкции, была Башкирия, а Башкирия это было что? Это было наместничество. Поскольку Башкирия, она ведь и в Золотой Орде, она не входила в Уус Джучи. То есть Башкирия это была вассальная территория, как и Русь, допустим. Вот там, как Сафрагалей вписал, в Башкирии, там, на Руси, в Мордовии, там, значит, монголы оставили вот эти местные династии, и такие, значит, вассальные владения были. Потому что это уже были сформировавшиеся этнические организмы, которые не вписывались в эту волосную систему Уус Джучи, они не были там разбиты на разверсты, на сотни, десятки, вот как весь Уус Джучи. Не составляли, собственно, вот этого господствующего народа, державного народа Уус Джучи, а были вассальным образованием. И, соответственно, и в Ногайской Орде, это тоже обособленность Башкирии, она сохранилась, ну, во всех источниках мы так и пишем, там, Эль Башкорт, там, Иль Башкорт, страна Башкорт, везде там пишут, во всех восточных, он как бы отдельно идет. Он выделяется из Уус Джучи. И в Башкирии тоже, значит, Ногайцы, Ногайские правители сделали, учредили наместничество, то есть, поскольку это был такой отдельный, значит, организм. И туда назначали вот своих этих наместников время от времени. И как Трипалов пишет, это был своего рода такой, значит, полигон, не полигон, а такая практика была, управленческая практика для, значит, будущих ханов, султанов и так далее. И, и туда вот отправили на управленческую практику, вот, как раз Акназар Хан. Он был одно время Ногайским наместником, значит, в Башкирии. А потом, когда уже, значит, он стал, значит, ханом, его просгласили ханом, естественно, Ногай, Мангеты им помогли ему стать ханом. Вот, и при них, вот, Мангетский, значит, Улубий также и числился при нем Бекля-Ребеком, Бекля-Ребеком и так далее. Вот. Ну, такие были отношения. Ну, да, в какой-то момент, вот, при Акназар Хане, там, у него вот второй был, скажем, пик такого, да, при Касым Хане, потом при Акназар Хане такой пик могущества, и уже Акназар, так скажем, ну, вот, по этой же, скажем, логике самой, когда уже, ну, больше не захотел подчиняться Нагаями, и даже совершал походы против Нагаев, но тогда уже, значит, Нагайская Орда уже вошла в состав Московского царства, и там вот эти походы Акназар Хана были отбиты Нагаями совместно там силами Астраханского гарнизона, вот, такая судьба, потом, ну, там уже в борьбе с Шибанидами, по-моему, значит, с Бухарскими, уже Акназар Хан погиб в 1580 году, если мне память не изменяет, но вот такая история, поэтому, я не знаю, тут как бы все предельно ясно, тут я даже не понимаю, какие тут еще могут быть спекуляции вокруг его имени, все давно описано, очень прекрасно и подробно Акназар одновременно владел и башкирией, ну, и казахским ханством? Было такое? Или просто переместились одно место на другое? Смотрите, как было, то есть, то, то, значит, один момент, когда вот он даже в башкирских шажире отразился, он там на несколько лет буквально, там, когда начал свое наступление на Нагаев, это где-то уже, наверное, в 70-х, наверное, годах XVI века, вот, на короткое время, значит, часть башкирии, южной башкирии, в общем-то, он захватил ее, захватил, но это было, это длилось, это недолго, это длилось там несколько лет, и он потеснил Нагаев, буквально границам Волги стеснил, но потом, как я уже говорил, значит, там произошло несколько сражений, Хакназар был разбит, там, совместными, значит, силами Нагайцев и войск Астраханского гарнизона, и, в общем-то, откатился, и там обратно потерял вот эту территорию современного Западного Казахстана, поскольку дальше мы там видим, что уже там, вплоть до начала 17 века, там владели вот этой территорией, Алтыулы, да, Алтыульская Нагайская Орда, шесть братьев, потом, вот, они уже на этой территории находились, плюс, там, до того еще, как появились казаки, значит, ведь, эта территория Западного Казахстана, она же всегда была спорной, такой, непонятно, чей там, да, то есть, если вот мы обратимся... Иделия, Ейка. А? Медуречье, Иделия, Ейка. Большая ардакция. Да, ну и там, да, она тоже, так сказать, такая территория была, в общем-то, спорная, ну и там, не только Междуречье, там и ближе к Аральскому морю, значит, к северу приорали, поскольку мы видим, что вот, допустим, у Ибн Фадлана, мы читаем, там башкиры сияют, вот уже на реке Чаган, там, арабское посольство боялось, значит, там, нападений башкир, вот, и потом, в Золотардынское время, естественно, эти земли были заняты, значит, монголами, там, потому что это было идеальное, значит, место для, скажем, ведения кочевого скотоводства, потом, когда, значит, в начале 17 века, мы видим башкиры, вот, есть, сохранился документ, там, у Рябинина есть книга по истории, значит, уральского казачества, вот там есть документ, башкиры сумели, как бы, доказать, что это их земли, и царь им отдал землю, и там написано, вплоть до урочища Сарайчик, то есть, фактически, все течение вот этого Яика, потом, когда возникло уральское казачье войско, вот на этом, значит, вдоль Яика, там шли долгие споры между башкирами и яицкими казаками, чья это земля, в девятнадцатом веке было доказано, что, оказывается, да, казаки Яицкие, значит, в общем-то, самозахват сделали вот этих земель, которые формально, значит, являлись, как бы, вочинами башкир вот этих четырех родов, Бурзиан, Кипчак, Тангаур и Тамьян, вот, поэтому эта земля переходила, потом в семнадцатом веке ее калмыки заняли, они смели алтуолов, калмыки там сидели, вот, до этого нагайцы ею владели, вот, там непонятна была земля, а потом уже, когда, уже в начале двадцатого века, когда с этими, с уральскими казаками, там, итоги гражданской войны какие были на Южном Урале, казаков полностью уничтожили, особенно уральских, вот, и оренбургских, там уничтожили, башкиров уполовинили, башкиров уполовинили, значит, татары выросли в три раза, вот, я всегда смеюсь, значит, это итоги гражданской войны, а потом, когда, в общем-то, казаков, яйских не стал, эти территории были, в общем-то, присоединены к Казахстану, да, вот, вот, поэтому эти территории, они вот, западного Казахстана, северного Казахстана, они вот так, в общем-то, плавались, но теперь понятно, я не к тому, пусть мне те зрители, которые будут смотреть из Казахстана, приуратно не поймут, тут чистая история, граница нерушимая, все, что, так скажем, уже сложилось, уже пересмотру ничего не подлежит, вот. Да, конечно, там здесь Советский Союз развалился, какая граница установилась, я вот всем говорю, так вот, она такая установилась, все, бороться там, воевать, претендовать на какие-то другие земли. и тем более, это сейчас и невозможно, там же все, это бессмысленно, это бессмысленно, там эти земли, там уже с плотным казахским населением, тут все, так сказать, вопрос исторически решен. Конечно. По поводу Хакназара, хочу сказать, что там не только казахско-ногайская война была, это, можно сказать, нагайско-ногайская война была, но Исмаил Би, который взял курс на присоединение к Москве, он, в принципе, объявил войну Юсуфу Би, и этот Юсуф Би ушел к Хакназару, и оттуда уже, как вот Исмаил жаловался Ивану Грозному, мои племянники там, что-то там завоевались со мной, там вот так вот нападают на меня. Да, да, я согласен, там Хакназару много нагайцев перешло, и, конечно, войски, которым, войски Хакназара, они, естественно, там составляли там определенную, значит, значительную, значит, видимо, долю, вот, это безусловно, это, вот я и говорю же, что вот эта вся история трагическая, да, вот, что когда брат на брат, и, собственно, все эти бессмысленные, вот эти войны, убийства, значит, истребления, вот, собственно, и сейчас бы нам, вот этим народом-то уж, прекратить между собой, выяснение отношений, вот, но, видите как, молодые нации, этот молодые нации, вот, значит, они так вот часто ведут себя, довольно-таки агрессивно, ну, я думаю, это болезнь за рост, она рано или поздно пройдет. Ну, бог, иншалла, 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 вот, у меня вообще в голове теснятся десятки, сотни, тысячи вопросов, если говорить, то можно до утра говорить, ну, сутками можно говорить, но я думаю, что один час, двенадцать минут почти, что мы на связи, люди, современные особенности, люди не смотрят так долго, к сожалению. надеюсь, что мы продолжим еще наши эфиры. Конечно, конечно, выберем тему и будем продолжать, как бы, как начали, в том же духе, обсудим другие исторические вопросы, современные вопросы, я всегда готов. Ну, очень содержательный разговор был, могу выразить благодарность от Ногаев точно, но я думаю, что даже и казахи, и хырзы, и татары, и башкиры, все присоединятся к моим словам. От души вам салат. Би. Давайте-то, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Рахмасси. Ва баркетах. Спасибо большое. Заму.